В одном из прошлых видео мы показали сюжет о проблемах какие могут быть изготовлены китайскими батареями. В частности, была показана вот эта батарейка, которая ожидалась 20 Ач, а тот факт оказался 12 Ач. Мы решили ее вскрыть и произвести внутренний осмотр и дать свои комментарии по качеству ее изготовления. Здравствуйте, вот сейчас мы снимем продолжение видео той самой батареи 20 Ач, которую заявляли, ну которую заявлял продавец как 20 Ач, продавая ее где-то на Алиэкспрессе, где-то на просторах интернета. Значит вот внутри, которая оказалась 12 Ач по факту, внутри вот она состоит из таких ячеек, 13 последовательно, по 7 в параллель. Вот, на ячейках мы пока что не обнаружили никаких опознавательных знаков, то есть неизвестно, что это за ячейки и какой они емкости, но теоретически они могут быть либо 2,5 Ач, либо 3 Ач. Вот, и где-то здесь в третьей ячейке то ли не проваренная ячейка, то ли бракованная. Пока еще не выяснили, но прошу обратить внимание на что. Ток у нас течет, ну скажем так, вот по этому направлению, ну там от первой к этой ячейке. Вот, и последовательно ячейки соединены, получается, не вот этими вот полосами, а всего лишь двумя вот этими тоненькими полосочками никеля, ну это где-то 0,1 миллиметра на 8 миллиметров шириной. Нетрудно посчитать, что при этом сечение суммарное составляет 1,6 квадратных миллиметров. С учетом того, что это никель, ну можно пропускать через это сечение, ну ток, ну допустим, 5,8 А, к примеру. Вот, но не более, не тот ток, который на ней написан, там, 25 А. Помимо того, что это вызывает просадку напряжения, это вызывает еще и дополнительный разогрев батареи. То есть мы ее разряжали сейчас в родном корпусе током 8 А в течение, там, чуть больше часа. А батарея, когда ее открыли, она вот до сих пор еще теплая, порядка, ну 45 градусов. Вот ее рукой можно держать, но она горяченькая. То есть если ее разряжать током 20 А, что вызовет примерно в 5 раз большее теплоуделение, но она как минимум быстро деградирует, если не сгорит сразу. Вот, как бы можно посмотреть ее с другой стороны, тоже она так сварена. И вот можно видеть, как она в параллель отсутствует вообще какое-либо соединение у ячейка. Это все идет на разогрев, на большую просадку, ну и на очень короткую жизнь батареи. Вот эта вот батарея, она планировалась клиентам для использования с контроллером и мотор-колесом на полтора киловатта, на 25 А там контроллером или на 30. Нетрудно догадаться, посчитать и, ну, доказать можно, как бы на опыте, что такая батарея, правда, служит недолго и будет, ну, от силы давать там 25 километров пробега в идеальных условиях. Еще, что хотелось сказать, подобные способы сварки и сборки батарей, они ведут к тому, к появлению некоторых мифов. Мифов о том, что, допустим, литий-ионные ячейки плохо работают, ну, имеют малый срок службы. Да, действительно, такая батарея, так, собранная, она будет иметь срок службы, ну, в 4-5 раз меньше, чем могут обеспечить ячейки. Второе, как бы, еще один миф, что очень легко загораются литий-ионные ячейки. Конечно, если эту батарею хорошенько нагрузить, она разогреется до 80 градусов, это может привести к возгоранию, оплавлению, еще чему-либо. Но это связано не с химией, а чисто с электротехническими вещами, которые, ну, очевидные просто здесь. Вот. К сожалению, ну, многие ради уменьшения стоимости батареи этим не брезгуют. Да, и еще один момент важный. То есть батарея была заклеена вот этим бумажным скотчем и упаковано в текстолит. Ну, текстолит немножечко с термоусадочкой от чего-то защищает. Но самое интересное, что при хорошем разогреве вот этих контактов вот этот самый бумажный скотч, вообще-то, очень хорошая бумага для розжига. Он может очень легко успламениться при температурах, до которых может накалиться вот эта вот перемычка тоненькая. Вот. И, соответственно, вызвать возгорание. При этом загорится не ячейка, а бумага, которая здесь вообще-то быть не должна. То есть, ну, это вот такой всем известный скотч обычный. Так делать нельзя. Просто нельзя. Здесь используются другие электроизационные материалы. Но еще сразу момент такой. Вот смотрите, вот здесь у нас так расположена боемасочка. Очень удобно выведены провода с одной точки. Да, казалось бы, это хорошо. Но отделяет здесь вот выход минуса есть и плюса. И между собой их разделяет вот так вот закрепленные на изоленту вот этот вот изолятор из более толстого картона. Как думаете, что будет, если он по какой-то причине со временем сместится? Естественно, произойдет короткое замыкание с последующим возгоранием, опять же. Но все ведет только и к этому. Ну, прям так и есть. То есть, и при этом мы совершенно даже не затронули вообще тип ячеек даже, которые здесь используются. То есть, все эти моменты, они безотносительно типа ячеек. Их нагрузочные способности, их собственного внутреннего сопротивления, способности там отдавать ток, заряжаться, там служить. То есть, это все заведомо уже заложено, чтобы они работали значительно хуже, чем могут. Все. В процессе ремонта этой батарейки возникло такое подозрение, что эти ячейки бэушные. На чем это основывается? Вот. Ну, качество сварки видно какое. То есть, плохое. Видно, что ячейки сзади шлифовались бормашинкой. То есть, они откуда-то вон были вынуты. Вот видно. Потом перепакованы в новую полиэтиленовую упаковочку. Ну, то есть, термоусадки новые на них одеты. Как бы якобы они новые. И вставлены из них батарейка. Вот. Поэтому какая емкость у них это? И какое сопротивление? И сколько они там? Там у них ресурс, вам даже видно. Ну, вон же. Это отработка. Факел завернутый в термоусадку. То есть, все сделано для того, чтобы она загорелась как можно быстрее. И любую китайскую можно разбирать дальше. Вот. Будем ремонтировать, снимать и показывать. Из чего же они сделаны. И как они сделаны. Причем не сказать, что она вышла-то дешево-то. Она вышла такую стоимость нормальную. Вот. Стоимость-то получилась почти как мы делаем. Только сделанную. По-уродски. Вот. Делать надо батарейки правильно. Вот. Вот мы их делаем правильно. А вот так вот.